год ходила по врачам потратила 50 тысяч рублей и стало только хуже 3 минуты и мы сняли эту боль прямо здесь сейчас смотрите это видео до конца и я вам обязательно покажу это упражнение какие симптомы это боль до болезненное состояние особенно при нагрузке то есть вы что-то делаете вот такое движение делаете вот такое движение делать поднимаете тяжелую сумку в этот момент вам стреляет в локоть прям мама не горюй начинает ходить по врачам начинает делать рентгенографию мрт и так далее так далее вот место прикрепления сухожилий вот в этом месте очень сильный бой это о чем свидетельству то свидетельство о том что есть локальные повреждения сухожилия места прикрепления сухожилий кости то есть наши мышцы каждый наша мышца крепится костно суставному аппарату это нужно понять как впрочемные наши органы боль она сигнализирует о том что есть вот это локальное повреждение, но оно не возникает на пустом месте. Почему называют локоть теннисиста? Потому что, когда играешь в теннис, происходят однообразные движения, это как бы однобокий вид спорта, то есть, постоянно ты там хоккей гоняешь, то есть, какие-то одинаковые однообразные движения, которые приводят к перегрузке определенной группы мышц. Почему они возникают у обычных людей? Вот это очень большой вопрос. Если есть такая проблема, это сигнал к тому, что у вас есть хронические воспалительные процессы в вашем организме. Что ж, звучит зловеще. На самом деле, есть несколько видов болей. Это наружный, то есть, латеральный, на латеральной части, вот место прикрепления, где прикрепляются сухожилия. Это внутренний, где прикрепляются внутренние сухожилия по внутренней части мышчилка плечевой кости. И есть также внутрисуставные боли, то есть, которые уже там связаны с хроническим, не знаю, повреждением локтевого сустава, либо какими-то вот иммунными заболеваниями по типу ревматойного полиартрита. Стандарты лечения следующие. Это, первое, покой. Ну, с этим я тоже соглашусь, что на какое-то время нужно дать просто покой. Если вы выполняете какие-то однообразные движения, нужно снять фактор боли, который провоцирует эту боль. То есть, боль сигнализирует, значит, надо остановиться. Дальше не идете, да? Например, перестаете ездить на квадроцикле или, там, играть в теннис. Но, как только вы вернетесь к каким-то определенным действиям, там, начнете поднимать тяжелую сумку, ездить на квадроцикле, играть в теннис, то боль, вероятный, с очень высокой долей вероятностью вернется снова. Боже, ну за что мне все это? Почему это происходит? Да потому что не ликвидирована причина, не ликвидирован очаг хронического воспаления в организме. Об этом и о многом другом я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе, который длится всего 2 часа. Но за эти 2 часа можно получить такое количество информации, которое, может быть, вы не получали за всю свою жизнь. Поэтому обязательно переходите по ссылке, которую я оставляю внизу под этим видео. Как лечат? Если вы приходите на прием с этой проблемой, куда вы пойдете? Траматологу-ортопеду, естественно, к нам. Он вам предложит, первое, инъекции дипроспана, препарата глюкокортикостероида, для того, чтобы моментально снять вот это вот локальное воспаление. Знаете, как я это называю? Это вот так ковер поднимаешь, и туда вот так вот загнать мусор под ковер. То есть убрать симптом, который рано или поздно выстрелит где-то в другом месте. В лучшем случае вам предложат проколоть плазму, то есть так называемую аутоплазмотерапию. На какое-то время действительно это помогает. То есть симптом убирается, человек становится легче, боль проходит, и жить стало лучше, жить стало веселей. И самый крайний вариант, но очень редкий, на самом деле я ни разу в жизни даже этим вариантом не пользовался, это оперативное лечение. То есть когда просто вот с места прикрепления сухожилия соскабливается надкосница для того, чтобы нарушить эти нервные связи, и у человека просто там будет, тогда болевой синдром будет полностью экупирован. Первично могут послать на различные магнитотерапии, там лазеротерапии, ультразвук, назначат мази какие-то нестероидные противоуспалительные средства. Ну то есть будут героически бороться с симптомами. Вот как снять симптомы я сейчас вам покажу. Без всяких глюкокортикостероидов, без мазей, без посещения врача магнитотерапии, просто выполняйте это упражнение как минимум 2 раза в день, и буквально через, не знаю, 2-3 недели вы почувствуете значительное облегчение. А начнете разбираться уже с очагами своего хронического воспаления, то эта проблема к вам уже никогда не вернется. Как выполняется упражнение, давайте я вам покажу. Если речь идет о вот этом месте, где болит снаружи, что мы делаем? Мы берем нашу руку, ставим ее и обхватываем наш бицепс. Вот она у меня очень хорошо контурируется. То есть что мы здесь делаем? Вот в эту борозду здесь у нас проходит лучевой нерв. Мы ставим вот таким образом, расслабляем руку. Вот прям хорошо схватили. И делаем вот такие движения. Раз, два, должно быть больно. Особенно, когда будете первый раз делать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Показываю и потрясли. Как следует потрясли. Показываю, как это делается без руки. Это делается вот таким образом. То есть рука идет к наружу, а вы мышцу хорошо схватив, загибаете кнутри. Вот таким образом. Раз, два, три. Вот так схватили мышцу. Не кожу схватили, не жир схватили, а прям хорошенечко схватили вот эту мышцу. И вот таким образом. Раз, следующее. Сделали, да? Потрясли. Следующий мы там поставили вот так пальцы. Пальцами прямо, можно сказать, вонзаетесь. Вот так вот впиваетесь в свою мышцу. Находите вот эту болезненную точку, болезненное место. И что делаете? Вот так вот выкручиваете руку и считаете для себя до десяти. Максимально выкручиваете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять опустили. Так вот потрясли. Отпустили, потрясли. И третье. Прямо все это делаете вот в режиме реального времени, как я делаю сейчас. Поставили и делаем вот такие движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И потрясли. и потом проверили если боль и смотрите вот когда вы что-то схватили почувствовали эту боль взяли сумку подняли и почувствовали что здесь больно прям сумку опустили сделали это упражнение хоть 20 раз в день делать таким образом вы будете максимально эффективно и быстро снимать боль работая с симптомом без каких-то препаратов посещения врачей ультразвуков магнитотерапии траты огромного количества денег